и вот я в дебесах из окна гостиницы вот такой вид то есть вот этот ну понятно понятно телегу сделали колодец сделали ясно проект выигрываешь ты понимаешь кому надо идти да ну понятно понятно специалисты которые твои выпускники которых ты учил они уже можешь с ними наладить связь и конечно можешь уверенным быть что они сделают красивые достойные хорошие круто нити малость крутится вот вот надо же вот проезжал мимо и не догадался сюда зайти вы посмотрите какое чудо причем это и с указанием этих мест монтировала баннеры с людьми разговаривала это было интересное лето прошлого года я все деревни эти объезды вот там гора большая видите это музыкальный инструмент там за коротков огромный тяжелое да позовем счастья здоровья у нас же еще в училище мастеров-путников готовят преподаватели поэтому здесь вот штанаты здесь вот из всех скульптур всем скульптур сделано нашими выпускниками и вон бойгуре есть знаменитые лиза закончила московскую там вот это детьми сиротами художник то есть вот мы взяли таких детей которые кем-то стали это девушка журналистка то есть это девушка преподаватель подростные школы преподаватель спортивные школы то есть они кем-то стали а мы здесь брали студентами то есть мы видели что у них какие-то перспективы есть ребята к нам приходят в основе из глухих деревьев в культуре Удмурта так же наверное как и в Омске очень большую роль играют деревья именно в облике деревьев Васильевич пытаются характеры какие-то найти которые раскрывают сложную историческую судьбу нашего места они поломанные, покорёженные немного, как судьба людей вот он, сибирский крак мы не привыкли его таким видеть, потому что обычно у Васильевского тракта садили берёзы кстати, так называются старые берёзы, хотя они не сразу бросаются в глаза, они присутствуют на заднем плане а тут такая характерная растительность для дебёс у нас очень во многих местах липы посаженные и такая визитная карточка теперь вот не только берёзы, но и липы здесь тоже липы, берёзы перемешанные рядом с музеем сибирского тракта ну вот знаменитый дебёсский музей само здание, в котором находимся мы с Вами, да, это бывшая казарма между прочим то есть раньше здесь располагались казармы солдатские и они, собственно, великий этап у сырных и катаржан здесь у нас был тюремный городок, да, то есть мы предполагаем, что здесь как раз казармы через дорогу как раз находилось здание тюрьмы тут же рядом был пристроен для офицерного канцелярии вот здесь у нас зал, который посвящён как раз более древней истории нашего района здесь картины, которые написаны они все принадлежат кисе нашего земляка художника Валентина Белых здорово вот, например, центральная картина Дока Рыбы и Гурейс вот это потрясающая картина да, то есть вот как раз сама гора изображена в виде музыкального инструмента как будто он играет на ней на грустях, да, конечно, ссылается да, да вот это вот интересно, вот расскажите да, 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 да это сельцо Николаевска, как раз самый центр села на севере, вот как раз если мы посмотрим, да, на селе, вот оно сельцо Николаевска то есть как мы видим, в основном люди селились сильно вдоль тракта это вот уже русские переселенцы сюда именно приехали в середине 18 века а в самом начале здесь была деревня на реке Дебеси вот так его называли, иначе в север не располагалось там были удмурты, то есть вот они друг от друга в несколько поводов все жили и солдатская освободка как раз вот где мы с вами находимся ага, ясно, ясно да, тут уже жили солдаты да, вот этот храм да вот он, красавица вот, ну он был построен у нас в 60-х годах 19 века реконструкцию проводили в начале 20 века и вот с тех временов был одним из самых красивейших здесь у нас в севере Удмурте да вот он был в самом центре села в начале 20 века как раз это Троицкая церковь мы видим большая была площадь центральная не видна была дорога торговые ряды стояли рядом и вот дом купца Осольна до сих пор у нас стоит рядом торговые лавки располагаются ага вот там стояла церковь а здесь находился церковный сад ага, понятно, понятно, понятно понятно ну, кстати, сейчас новая церковь, она достаточно удачно стала новая церковь Субтитры создавал DimaTorzok